Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анастасия и я художник, художник-самоучка. Сейчас я учусь продвигать свои работы и продавать их. Если вам интересна эта тема, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о том, как я работала с ebay, вернее я пыталась работать. Мой опыт на ebay начался в феврале 2021 года. Я тогда нашла канал Олега и он рассказывал о том, что художникам можно продавать принты, то есть их будут печатать на кружках, на футболках, еще что-то. И я загорелась этим. И выслушала тогда, я целую кучу у него видеороликов посмотрела, что можно синхронизировать Sprintful, любой магазин и в том числе ebay. На тот момент ebay еще работал с paypal, то есть никаких сложностей не было. Paypal я создала, ну я создавала длительное время, конечно, там у меня тоже были и блокировки, и ebay был блокирован, и paypal был блокирован, в конечном счете я это решала. Вот, что легких путей у меня нет, я все иду через препятствия, каждый раз у меня какие-то заморочки происходят. Вот, и я успешно синхронизировала, но потом я, что же, что же произошло? А, мне выделили всего, короче, три листинга, да, на 200 долларов. А футболки, ну смысл мне выставлять три футболки, ну то есть это всего три вещи, то есть три вещи всего. Вот, и я тогда написала письмо, и что-то я забросила, я начала, короче, этим заниматься, удалила, короче, Printful, вот эту синхронизацию, вот эту связку, вот, удалила товары, и все. И все, думаю, ладно, ebay у меня останется, и я буду там продавать картины, но когда я разберусь вот именно с онлайн-галереями, с площадками, там еще что-то. Потому что на каждую площадку нужно определенный вектор изучения, аналитика, то есть там у каждого все равно свое продвижение, есть свои нюансы. Вот, я занялась Etsy, и сачи я летом тоже забросила. Вот, ну и пришла я к ebay, к тому, что я хочу продавать на ebay свои картины, это был сентябрь месяц, на тот момент вышел закон о том, что ebay не может продавать через Paypal, ну то есть платежи не могут происходить на Paypal, что они могут происходить только на Payoneer. Дали они мне ссылку, все замечательно, короче, но самая такая большая моя ошибка, у меня тогда он хороший магазин был, в плане того, что мне уже дали 5000 долларов, что я могу выставлять товары на 5000 долларов, и что-то порядка 500 позиций, ну то есть разгуляться можно было вообще прям здорово. Ну я олух царя небесного, я, короче, по этой ссылке прошла, все зарегистрировалась, ну так как у меня есть не совсем хорошая кредитная история, я привязала номер карты своего сына, и там вот именно в графе получатель должен быть именно тот человек, который как бы получает эти платежи, и все. И все это зависло, мне ни ответа, ни привета, сколько я туда писала, они мне никак не отвечают. Вот, в конечном счете я нашла канал у Максима, по-моему, но если нужно будет вам потом, я потом найду эти каналы, я вам дам эти ссылки. Вот, и получается канал у Максима я нашла, и я поняла такую, вступила в чат телеграмму, у него подслушана ebay, и там как раз вот они разговаривают и про Payoneer, и про нюансы продвижения, то есть, ну как бы вот достаточно полезная информация, но на тот момент я как-то так через слово это все пролистывала, по той причине, что я пока не сталкивалась с продажами. Вот, ну и все, и все, что я поняла, что это нужно создавать новый магазин, потому что они мне ничего, ну, либо связаться с Payoneer, может быть, часто такое бывает, что люди неправильно что-то приводно взносят, я связалась с Payoneer, я написала на ebay, что они мне дали ссылку, но ссылка не открывается, так как Роскомнадзор запретил Payoneer в России, то есть, работают ссылки вот именно непосредственно при открытии магазина, и когда ты проходишь по этой ссылке и делаешь последующие шаги, вот, и тогда не ошибаясь там ни в одной цифре, ни в чем, потому что исправить этого ничего нельзя будет, этого надо будет заново опять все создавать, вот, и, то есть, мне пришлось создать, я создала еще один магазин, и как-то так, ну, вот я прям настроилась на то, что нужно привязывать новый Gmail, не Mail, вот именно обязательная структура, привязываем Gmail новый, желательно новый номер телефона, но у меня был другой номер телефона, вот, все свои контактные данные, чтобы они были, совпадали, как в паспорте, то есть, вот, прям дословно, там, до каждой буковки, до каждой цифры, чтобы карта была именно на ваше имя. И вот eBay мне сразу же при регистрации магазина присылает ссылку на Payoneer, и тогда вот по этой ссылке уже происходит вот синхронизация, и тогда ты спокойно уже работаешь, потому что на данный момент Роскомнадзор, он заблокировал этот сайт Payoneer, и сейчас мы на данный момент, даже с помощью, если можно было какое-то время с помощью VPN выходить в Payoneer, то сейчас происходит полностью блокировка магазина, блокировка вот именно сайта с оплатой, вот. Вот, так что здесь вот эти левые пути не подходят, здесь подходит именно грамотная расстановка, вот, именно грамотный подход. Здесь вот все поэтапно нужно вот сделать именно так, как идет по инструкции. Если у вас не получается, нет ответа в течение, там, недели, трех дней, все, вы можете распрощаться с этим магазином eBay, нужно заново все регистрировать. Вот только если заново регистрируете, ответ, вот самое главное, что вот я поняла, что ответ должен прийти практически моментально, в течение, там, 15-20 минут. Если этого не происходит, значит, что-то вы сделали не так. Ну, то есть, и здесь такой момент, что нужно сразу опять заново, ну, регистрировать. То есть, я вот через это прошла, и я все-таки синхронизировала, но сейчас на данный момент у меня магазин опять на три позиции, и всего на 200 долларов. Особо как бы не размахнуться, ну, выставила я там какие-то работки. Вот, сейчас буду их активно как-то пиарить в Pinterest, либо в Instagram, чтобы были просмотры. Кстати, ссылку на Instagram я оставлю в описании, и вы там можете увидеть мои работы, вот я там буду ссылки делать. Вот, так что так, зайдите там, чтобы как-то расшевелить магазин, потому что, ну, всего три позиции, это вообще вот прям смешно. Вот, что еще я сегодня вам хотела сказать, короче, пришла я к такому мнению, что картины у меня, я люблю писать большие картины, они пишутся, ну, порядка минимум три дня, от трех дней до недели. У меня есть картины, которые я писала целый месяц. То есть, работаю я долго сейчас, прорабатываю тематику, сюжет, нюансы какие-то, детализацию. То есть, я хочу продавать именно качественные работы и с качественной проработкой. Вот, и, естественно, они не будут стоить дешево, то есть, их покупают, ну, не то чтобы реже, но просто нужно найти своего покупателя, время экспозиции становится больше. Ну, и вот как сделать так, что, вот я вот думала, как сделать так, чтобы какое-то движение производилось в магазине. И сейчас, на данный момент, я подсмотрела у Юли, у Юли художницы, у нее был видеоролик о том, что она на Etsy синхронизировала. И я вспоминаю, что у меня есть этот Printful, у меня есть этот Printful, то есть, я работала с ним, но почему-то я не стала его генерировать вместе с Etsy. Вот сейчас, на данный момент, я пришла к тому, что пока у меня физические товары не выгружаются, потому что у меня там уже на Etsy у меня заполнены 100%, то есть, все мои работы. И не хочется сбивать аналитику в плане того, что удалять и потом выставлять новый товар. То есть, теги там тоже, в принципе, все проработаны. Вот. И я пришла к тому, что я буду выставлять вот этот digital физический товар, то есть, тот, который распечатан и отправленный. То есть, это такая служба, которая печатает сама, ну, это же вообще прям кладезь, печатает сама, отправляет сама. То есть, сколько я посмотрела видео о том, что они ни единого логотипа не прикрепляют от своей организации. То есть, покупатель даже не будет в курсе, что это где-то там, что это не вы отправили, что это не вы распечатали. Но, тем не менее, это разгружает вас. Вот. Тем более, у меня есть работы, которые я продала, которые у меня купили, делала на заказ, которые, в принципе, ну, я не знаю, нет по какой-то причине, я их подарила там, либо еще что-то. Есть работы, акварельные работы, которые, ну, задорого ты не будешь продавать, но вот эта вот беготня на почту, ну, то есть, вот не хочется по себестоимости выставлять. А принт, ну, как бы, если он у тебя будет вот так вот, как бы, фигурироваться, это вообще, как бы, выход. Вот. Ну, и сейчас я далее вам покажу, как я это все сделала. Вот. Кстати, подпишитесь на канал, ставьте колокольчик про Etsy, реферальная ссылка на 40 листингов у меня в описании. Вот. Рада буду взаимной связи. Пишите комментарии. Вот. И смотрите видео. Приятного просмотра. Смотрите, вот так выглядит Printful. Заходим. Там зарегистрироваться не так сложно. Далее вам нужно, у меня тут автоматический перевод идет, вам нужно вот сюда, для того, чтобы синхронизировать магазины. Вот. И что мы, у меня здесь уже есть синхронизация. Мы видим, что здесь можно загенерировать платформы Etsy, Wild, что это? Так, eBay. Вот. Давайте посмотрим, какие магазины можно. Shopify. Amazon. Ну, то, что вот такое прям известное. То есть здесь достаточно много различных платформ. Но самое важное вот для меня, допустим, это Etsy и eBay. Изначально я регистрировала Printful для печати на футболках, там, на кружках, выставляла это все на eBay, на свои мерчи. Вот. Но сейчас, получается, я делаю принты вот именно картин. Очень удобная функция, в плане того, что в плане того, что можно печатать принты и как бы этим не сморачиваться. Ну, то есть я вот зашла, получается, сейчас добавить добавить товар. Заходим. Вот именно холсты нас интересуют. Home and Living. Так. Кофе. А, вот оно вот здесь вот. Home and Living. И нам нужны вал-арт. Так. Для художества. Холсты. У них посткарт. Так-так-так. Без рамы. Канвас. Холст. И пойдет он из Латвии. То есть разные филиалы здесь есть. Вот данный холст находится в Латвии. Вот мы выбрали холст. И загружаем дизайн. Так. Загружаем. То есть у меня тут есть какие-то, но вот это вот я выставляла физический товар недавно, поэтому я загружаю то, что у меня внизу, чтобы разбавить. Так, яркое небо, это я вчера загружала. Так. Фрида, Фрида, нас интересует. Я осенний лес буду печатать. Так. Окей. Сейчас грузится. Ну и получается вот любую картинку можно загрузить. А следующее видео будет как правильно создать фотографию в фотошопе, как правильно выстроить, какие параметры для того, чтобы принт был пригоден для печати. Ну, компьютер немножко так подвисает у меня. Так. Хоп. Все. Вот эта картинка у меня будет на холсте. Холсты, получается, 12 на 12 у нас идут. Так. Я фон выберу холста для того, чтобы у нас сильно изображение умругаться начинает, когда изображение сильно растянуто. Так. Далее холст вот этот. Это вертикальный холст. Вообще замечательно вот именно акварельные какие-то тематики выгружать. Здесь вот ровно по периметру, да, получается оно вошло. Так, холст вот здесь мы выбираем цвет. Так, вот так вот немножко. Так, цвет. Цвет какой же мы выберем? Можно оранжевый, допустим. Смотрим. Либо голубой какой-нибудь. Голубой. Или зеленый. Ну-ка, давайте темно-зеленый. Так, цвет немножко отличается бриллиантовый-зеленый. Ну, в принципе, да. Вот так, наверное, оставим. Ну, вы смотрите сами, как бы я же не говорю, что вот именно так нужно делать. Я просто показываю, как это можно сделать. Далее, получается, мы выбрали все изображение. Тут можно текст напечатать, все что угодно можно. Теперь далее, как он у нас будет выглядеть на фотографии в листинге. То есть можно сделать в интерьере, можно в руках. Ну, вот этот формат мне больше всего показывает размер, мне кажется. Вот 12 на 12, 12 на 16, 16 на 16. Ну, то есть это максимальный. То есть вот этот вариант мне более нравится. Далее я открываю вот именно тот листинг, на который будет принт. Так, oil painting. Print он как раз потом. Так, ладно, сейчас я вот это все скопирую, а потом буду редактировать. Копировать. Так. Так. Вот original art print. Handmade убираем. Так, ну-ка, что у меня тут? Sunlight landscape, oil painting, original art, print oil painting, wall decor, home living, print on canvas. Вот. И далее я, получается, описание к работе, которое у меня есть, я его тоже вставляю. Там именно материалы, указанные по поводу холста. Угу. Так. Копировать. Вставляю сюда. Чик-чик. Так. Убираю, что таком living. Вот это вот убираю. Здесь будет название. Так. Это тоже размеры, получается. И материалы тоже убираю. Убираю. Так. Если пастель, видео. Так. Ага. И напишем, наверное, знаете как? Перевести. Переводчик. Это принт высокого качества. Так. Смотрим. У меня видео идет. Идет. Принт высокого качества. Созданный по моей картине. По моей оригинальной картине. 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 В моем магазине вы можете ее приобрести. В магазине вы можете приобрести. Так. Оригинал. Работы. Так. Созданный и созданный здесь. Так. Угу. Принт высокого качества. Созданный по моей оригинальной картине. Распечатанный на холсте. На холсте. Так. Точка. И в моем магазине вы можете приобрести оригинал работы. Вот. Я думаю, что это будет уместно. Так. Фантазиан. Ну так. Чик. Чик. Так. Я записываю аудио сына. Так. Ну и здесь вот параметры холста. Далее мы, получается, все эти метрики оставляем. Теги. Принт-пейнтинг. Принт-конвас. Сансет-пейнтинг. Флауэр-ландскейп. Это то, что у меня предыдущие были теги, чтобы они немножко отличались от оригинала. Сансет-пейнтинг. Рич-колор-пейнтинг. Вивид-флауэр нет. Оил-пейнтинг. Ландскейп-интинг нет. Можно ландскейп и оранж. Сейчас сделаем. Ну и все, получается. То есть я выгрузила. И здесь получается, что он открывается изначально в черновяках. У меня прекратилась запись, и я как бы не обнаружила. Вот здесь в черновяках появляется единичка. Вы заходите в листинг, добавляете фотографии и видео. Видео у меня еще с оригинала картин. Вот. Добавляете здесь цвета, куда можно повесить, то есть в каком стиле. И то, что вы предлагаете различные варианты. То есть оно иногда прям грамотно синхронизируется. Иногда нужно прям вручную вот так вот прям протыкать, протыкать, протыкать. Что у вас там количество большое, что ценники. То есть обычно это бывает, оно автоматически выгружается. Но вот именно доставка, оно прям фришиппинг, так как мы указали как бы на сайте, так оно как бы и появляется. Все. 60 плюс. И еще раз говорю, вот нажимаете опубликовать. То есть, блин, зашла и опять что-то неправильно произошло. Ладно, выходим отсюда. Вот. Ну и все. То есть и получается 20 центов снимают, если вы зарегистрировались просто так. Либо прошло у вас 4 месяца после реферальной ссылки. Сейчас объясню, что это такое. Ну, кто не сталкивался и кто не из-за страны СНГ. Если вдруг вы собираетесь регистрировать магазин на Этси, пожалуйста, зарегистрируйтесь по моей ссылке, и тогда у вас будет 40 листингов бесплатно в течение 4 месяцев. Если, и мне точно так же 40 листингов прилетит от вас. Вот. Также я являюсь партнером программы Printful, средства по печати принтов. И такой момент, что если вы также регистрируетесь в Printful по моей ссылке, здесь есть огромное количество всяческих функций магазина, которые платны. То есть, вот размещать товар, это все бесплатно. Но здесь можно различную информацию брать, потом статистику проводить по магазинам. То есть, и это уже идет как бы платно. Плюс скидки на товары. Ну, то есть, вы сами можете сгенерировать себе, допустим, футболку. Ну, то есть, вот она. Вот, допустим, такую какую-нибудь, любой логотип вы можете сделать. Вот. И, короче, регистрируясь по моей ссылке, во-первых, процент от продаж меньше идет. Вот. А во-вторых, ну, то есть, вы сами можете заказывать, и это будет как бы тоже дешевле. Вот. Смотрите сами. Я вам предлагаю, ну, то есть, такую систему. Вот. По мне это как бы клево. Ну, и вот. И получается, я на Etsy размещаю где-то сейчас на данный момент два принта физических, то есть, те, которые распечатываются и едут куда-то. Вот. И один физический товар. То есть, я просматриваю там, где у меня вот нет просмотров. Ну, то есть, вот здесь 10 посещений, здесь 0 посещений. То есть, я вот еще такие листинги, которые, в принципе, мне нравятся, но нужно там что-то доработать. Либо теги, либо описание, фотки посмотреть. Ну, то есть, вот. Миниатюр не буду. Ну, вот я сейчас выбрала, что я буду вот обновлять. Здесь 2 в избранном, 0 посещений. То есть, и 3 продления. То есть, это уже достаточно старый такой листинг, и очень мало просмотров вообще нет. Вот. То есть, я буду вот этот товар удалять и заново размещать как физический товар. Потому что новые картины я еще пишу. То есть, я пишу сейчас порядка раз в неделю, выпускаю где-то большую картину. То есть, перешла на другой уровень. Пока на данный момент Etsy магазин я оставляю. И, да, выставляю большие картины, ну, в основном. Ну, и вот как альтернатива, потому что Etsy более бюджетная, это не онлайн-галерея. Вот. Но хотелось бы продавать. Ну, то есть, есть возможность все-таки продать иногда и задорого здесь, но у меня пока что этого не происходило. То есть, я вот выкручиваюсь из этого и вывожу их на принты. Ну, то есть, вот те мои работы, которые авторские работы. То есть, если так, они стоят порядка, ну, 1350 долларов, то принт будет стоить, допустим, 30-40 долларов. Ну, то есть, ну, единственное, да, что они не в таком большом формате, что холсты в ограниченном формате. Вот. Очень рада была вашему просмотру. Всего хорошего вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok